Оперативное совещание началось с приятного момента. Александр Гладышев вручил высшую награду района начальнику Одинцовского отдела Федеральной миграционной службы Александру Черныху, а заместитель руководителя районной администрации Илья Еремин был награжден почетной грамотой губернатора Подмосковья. Продолжил совещание начальник Одинцовского отдела административно-технического надзора Александр Юрьев. По его словам, ситуация с благоустройством в районе хоть и меняется в лучшую сторону, но не так быстро, как хотелось бы. И если с большими свалками в целом удалось справиться, то мелких до сих пор остается много. Посмотрите и задайте сами себе один вопрос. Кто это допускает, что нужно для этого сделать, чтобы этого не было? Это было бы правильно. Я полагаю так, любой, наверное, глава поселения, пусть то большого или маленькое, он, наверное, в течение одного или двух-трех рабочих дней объезжает всю свою территорию. И состояние территории он знает, где у него и что. Александр Гладышев сообщил, что вскоре ситуацию с несанкционированными свалками в районе можно будет отслеживать при помощи новых технологий. Скоро эти все прелести будут видны у нас через ту систему, которую делает Александр Викторович в университете. То есть скоро все эти свалки и так далее будем видеть через космос. Значит, да-да, естественно, будет с каждым днем все хуже, укрывать их, не видеть и так далее и тому подобное. Но главное, для чего мы с вами здесь предназначены, мы должны навести порядок на территории Единцовского района. Он должен быть самый чистый, самый образцовый. В административно-техническом надзоре понимают, что, к сожалению, мусор – извечный спутник человека. Однако находиться ему положено в установленном месте и вывозиться он должен регулярно. Много нареканий было высказано к состоянию детских и спортивных площадок. Александр Гладышев призвал активнее использовать специальные покрытия, противостоящие грязи и сырости. Посмотрите в Заречье очень красивое покрытие и посмотрите в Варюхе. Вот такие, как и в Варюхе, и в Заречье только такие надо делать, иначе это будет набрасно выброшенный труд. Набрасно выброшенный день. Директор службы капитального строительства Валерий Огнерубов отметил, что основными заказчиками его предприятия являются муниципалитеты и муниципальные предприятия. Муниципальными заказчиками на 2011 год стали администрация Одинцовского муниципального района, администрация городского поселения города Одинцово, зато Власиха, администрация сельских поселений Жоворонковское, Ершовское, Заречье. Среди объектов, которые мы сопровождаем в качестве заказчиков в 2011 году, один из хороших, важных объектов, это строительство очистных сооружений ливневых стоков в городском поселении Одинцово. Генеральный подрядчик, консалт-регион, сумма контракта 47 миллионов рублей, освоена на текущий день 30 миллионов рублей. Строительство ведется по графику. Ввод объекта намечен на ноябрь месяц. Значит, очистные сооружения ливневых стоков в городе будут принимать поверхностные стоки юго-западной промзоны города Одинцово. По словам главы района, впервые в России будут очищаться именно поверхностные стоки, собираемые ливневой системой. Валерий Огнерубов подчеркнул, что приоритетное внимание предприятие уделяет таким заказчикам, как управление образованием и здравоохранение района. Начальник управления по делам муниципальных образований и нормативно-правовому обеспечению администрации Марина Шибанова, рассказывая о ходе избирательной кампании, отметила, что избирательный процесс проходит строго в рамках действующего законодательства. На сегодня зарегистрировано уже шесть кандидатов, претендующих на депутатские кресла в областном парламенте.